Новый учебный год в тверских школах продолжается. Образовательный процесс проходит при строгом соблюдении всех санитарных норм. Из-за сезонного роста простудных заболеваний мерам профилактики уделяют особое внимание. Утром в 11-й школе открыты три входа. Для каждой параллели своя дверь и свое время прибытия на учебу. Это нужно для того, чтобы классы не пересекались и не создавали толпы. Вестибелю уже привычная процедура замера температуры. Это так называемый утренний фильтр. Все образовательные учреждения снабжены бактерицидными лампами. По графику, установленным образовательным учреждением, они переносятся из класса в класс. В каждом образовательном учреждении на входе установлены дозаторы. Обязательно на сегодняшний день ношение масок как сотрудникам пищеблока, так и всем работникам школы вне учебного процесса. За каждым классом теперь закреплен отдельный кабинет. Перед началом урока учитель напоминает второклассникам о санитарных правилах и для чего нужно их соблюдать. У нас в классе работает рециркулятор воздуха. Это специальная лампа, которая помогает нам обеззаражить воздух. Покажите, как мы правильно ручки моем. Обязательно между пальчиками моем, верно? Как правильно мыть руки теперь запомнил, наверное, каждый ребенок. Но для закрепления навыка педагог просит второклассник повторять эти простые движения каждое утро. Мы промываем руки между пальцев с мылом. Потом вытираем руки и еще раз обрабатываем специальным антисептиком. Рециркуляторы во всех школах и детских садах, сквозное проветривание учебных классов и рекреации, ежедневная влажная уборка для всех помещений – лишь часть профилактических мероприятий, особенно в осенне-зимний период. С родителями также проводится работа. Родители проинформированы о том, что утром необходимо ребенку измерить температуру дома до того, как будет посещать учебное заведение. Ведется ежедневный системный мониторинг заболеваемости учащихся. И все родители, если учащийся не посещает в данный день учебное заведение, сообщают классному руководителю, по какой причине ребенок не посещает школу. Количество простудных заболеваний осенью традиционно возрастает. ОРВИ и ОРЗ, как правило, приходят по расписанию как раз в конце сентября. Поэтому в тверских школах делается все, чтобы встретить их во всеоружии. В случае неблагоприятной эпидообстановки некоторые классы временно переводят на дистанционное обучение.